Такой формат заседания в Хабаровском крае новшества. В Большом Зале ГДК собрался весь аппарат губернатора. Но его выступления слышат не только чиновники. Идет прямая трансляция, чтобы все жители региона услышали план развития их малой родины из первых уст. В регионе хотят создать новые рабочие места с достойной зарплатой, обеспечить жителей доступным жильем, повысить уровень медобслуживания, развить передовые технологии и туризм. К 2026 году нужно обеспечить транспортную доступность за 4 часа в любую точку края. Для этого закупят несколько новых самолетов и разовьют ЖД-перевозки по программе строительства Восточного полигона. Будет создан единый электронный проездной и карта жителя Хабаровского края. Также ставлю задачу правительству края поставить на маршрут на участках Хабаровска, Комсомольск-на-Амуре, Советская гавань, скоростной поезд «Ласточка». Обновить 4 пригородных электропоезда из 5 курсирующих. Обновить 625 единиц пассажирского автотранспорта в Хабаровске и районах. Сейчас в крае уже реализуются 130 проектов, в их числе разработка месторождений и строительный кластер. Это поможет создать более 40 тысяч рабочих мест в ближайшие 5 лет. В планах еще несколько крупных производств. Трубопроводы и заводы СПГ на севере Хабаровского края. Заводы по производству сжиженного газа в Декастре в Ульчском районе. Тихоокеанского гидрометаллургического комбината в Советско-Гаванском районе. Цементного завода на Ниланском месторождении. В разработке строительства в регионе еще больше доступного жилья, многоэтажек и деревянных домов Дальневосточника. Отработать все вопросы правительству края поручено к 2022 году. Проект «Дальневосточный квартал» создаст новые современные микрорайоны с полной необходимой инфраструктурой под ключ. Площадка под строительство кварталов определена. Первый квартал будет введен в эксплуатацию до 2026 года. К нам в компанию приходит новый инвестор. Это японская компания «Ида Групп». Это компания, которая строит более 50 тысяч домов деревянных, каркасно-счетовых, то есть используемых деревянных конструкций, домов в год. Это не только там лидеры абсолютно в Японии, это в принципе самая крупная компания в мире. Уже идет и продолжится модернизация первичного звена. В Дальневосточном медуниверситете и медицинских колледжах региона увеличат наборы абитуриентов. Там же не просто было заявлено, что увеличатся места. Там же речь шла и о квартирах, о увеличениях выплат, и в целом о работе над престижем медицинских специальностей. Если говорить честно, то количество абитуриентов в медицинские вузы и в медицинские колледжи достаточно высокое. В Хабаровском медицинском колледже имени Макарова у нас конкурс почти три человека на место. То испытание, в котором сейчас вся наша страна, весь мир находится, это определенный вызов для молодежи. Это возможность для них реализоваться. В приоритете и развития спорта к 2026 году 28 спортивных объектов будет реконструировано в городах и районах. Один из главных объектов – горнолыжный комплекс «Хихцир». К 2026 году для любителей активного отдыха в пригороде Хабаровска создадим спортивно-туристический комплекс «Хихцир» со статусом международного круглогодичного объекта и пропускной способностью 200 тысяч человек в год. Не забыли и о культуре. Для Дальневосточного художественного музея построят новое здание. Ведь сейчас большинство его шедевров живописи хранится в фондах из-за нехватки места. Музей на берегу Амура станет образцом достижений в современном архитектурном проектировании и строительстве. Это будет символ культуры края. За каждым поручением закреплен исполнитель, который взял реализацию проекта под личную ответственность. Каждого представили участникам совещания. Есть понятные цели, понятные задачи и понятно, кто будет отвечать за реализацию. Можно провести параллель с майскими указами президента. Мы помним, что за нереализацию майских указов президента и неисполнение в какой-то части многие, в том числе федеральные руководители, лишились своих постов. Вот я думаю, что это посыл нам со стороны руководителя региона. Глобальная цель к 2030 году сделать из столицы Хабаровского окрая город-миллионник. Тогда жизнь в нем и во всем регионе изменится. Редактор субтитров А.Семкин